Здравствуйте! А теперь в эфире сфотка происшествий города и округа за минувшие сутки. Следователи проводят проверку по факту гибели ребенка в Ноябрьске после падения из окна девятого этажа. Работает следственная оперативная группа, которой предстоит установить все обстоятельства, сообщается на сайте следкома по ЕНАО. Трагедия произошла 11 июля по адресу Мира 80. По предварительным данным, трехлетняя девочка играла с братом. В это время окно было открыто. Родители были дома, но находились в соседней комнате. Выпавшего из окна ребенка увезли в больницу. Вечером стало известно, что девочка умерла. В ночь на пятницу пожар в Тюмени унес жизни трех человек. Возгорание произошло в частном одноэтажном жилом доме, расположенном по адресу Дружба 95. На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение дома по всей его площади. В ходе тушения были обнаружены трое погибших. Это взрослые. Их личности устанавливаются, сообщили в МЧС Тюменской области. В Губкинском пожарной тушат полигон твердых бытовых отходов. Ситуация находится под контролем. Угрозы населенному пункту нет. Сообщение о возгорании поступило после 11 часов вечера в четверг. В 2 часа 25 минут возгорание было локализовано на площади 1000 квадратных метров. Для тушения пожара были привлечены 18 человек личного состава, 6 единиц спецтехники МЧС России, а также техника и специалисты городских служб. Сегодня специалисты провели забор проб воздуха вблизи полигона и на территории ближайших жилых кварталов. По данным Роспотребнадзора Янао, превышение допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не наблюдается. Ребенок попал под машину в Ноябрьске, когда переходил дорогу вне зебры. Происшествие случилось накануне около 13 часов в районе дома номер 6 на улице Космонавтов. Юного пешехода сбил автомобиль Ниссан. Мальчик получил травмы, его увезли в Ноябрьскую городскую больницу. По данному факту, сотрудниками полиции проводится проверка. В советском районе Хмао полицейские нашли блуждавшего в тайге мужчину. 3 июля 20-летний югорчанин ушел с места работы в Северном лесничестве и направился пешком домой. Бригада осуществляла работы по прочистке леса в 30 километрах от города Советский. Дома мужчина так и не появился. При обследовании лесного массива его обнаружили 8 июля. В лесу югорчанин провел более 4 суток без воды и пищи. Был сильно изможден и искусан гнусом. Мужчине оказали первую медицинскую помощь и доставили в отделение полиции, где передали родственникам. К стражам порядка Муравленко обратились сразу трое местных жительниц, которые пострадали от мошенников. Одна из жертв потеряла 100 тысяч рублей, поговорив по телефону с же сотрудниками службы безопасности банка. Вторая северянка перешла по ссылке якобы для обновления мобильного приложения и назвала злоумышленником код из СМС. У нее со счета пропало 255 тысяч рублей. Третьей жертвой стала 40-летняя женщина, которая пыталась вернуть потраченные в мобильных играх деньги. Поверив аферистам, она лишилась 242 тысяч рублей. По всем заявлениям были возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. Ведется следствие. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире.